Добрый вечер дорогие друзья! Вы смотрите программу разговор по чесноку. Как всегда в это время в 4.19.15 я и ведущий Роман Полинсков. Сегодня мы будем говорить о нововведениях в Казанском федеральном университете. Гость моей программы это Лилия Евгеньевна Зиганшина, заведующая кафедрой фундаментальной и клинической фармакологии Института фундаментальной медицины и биологии и исполняющая обязанности руководителя научно-образовательского центра КАК РЕЙНРОССИЯ. Лилия Евгеньевна, добрый вечер. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Спасибо вам. Давайте начнем наш разговор. Все-таки какие нововведения, получается, больше они как бы идут в биологию, в медицину, уже есть в Казанском федеральном университете. Мне очень приятно сказать о том, что в Казанском федеральном университете учреждена структура научно-образовательный центра доказательной медицины КАК РЕЙНРОСИЯ. Приказ ректора Эльшат Равкад Чагафурова издан в июле этого года. И мы набираем штат в наш научно-образовательный центр и очень надеемся очень плодотворно развиваться на благо университета, конечно, в первую очередь. Но работаем мы во благо здоровья. И основное очень короткое выражение девиза КАК РЕЙНОВСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, которое мы представляем как КАК РЕЙНРОСИЯ, это надежные доказательства, информированные решения во благо здоровья. А помимо КАК РЕЙНО, есть что-нибудь еще? Что-нибудь еще, конечно. Наука развивается семимильными шагами. И в области биомедицины сейчас очень много интересных направлений, которые развиваются и двигают науку вперед. И нам очень приятно, что у нас в Казанском федеральном университете, в Институте фундаментальной медицины и биологии, все это так активно развивается с очень большим участием молодежи. Что еще могу сказать, что это позволило получить нам большой грант Министерства образования и науки по стратегической академической единице, трансляционная 7П медицина. О чем, конечно, лучше всего будет говорить наш директор Андрей Палочкиясов. Хорошо, тогда перейдем больше к КАК РЕЙНО. Что это такое? Потому что еще, по-моему, мало кто понимает вот это слово КАК РЕЙН. Да, конечно, с удовольствием буду рассказывать, но тежу себя надеждой, что в Казанском федеральном университете уже очень многие знают, что такое КАК РЕЙН. Но для более широкой аудитории с большим удовольствием расскажу, что КАК РЕЙН, это сейчас такое одно слово, после ребрендинга, то, что сейчас происходит во всем мире с любой организацией, и наш университет прошел ребрендинг, обозначает КАК РЕЙНОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. Это самое большое в мире, самое уважаемое, признанное международное сотрудничество исследователей, профессионалов в области здравоохранения, врачей, провизоров, фармацевтов, всех людей, заинтересованных в вопросах здоровья и здравоохранения, в том числе самих пациентов и людей, ухаживающих за ними. Это сотрудничество, направленное на получение доказательств самой высшей пробы, доказательств, которым действительно можно доверять, доказательства, которые не смещены ни в какую сторону, каким бы то ни было интересам, то есть бесконфликтный интерес может быть коммерческий, интерес может быть академический, интерес может быть экспертный, без каких-либо таких интересов. И, собственно, это как раз является частью трансляционной медицины, вот тем последним этапом, когда все это переходит в реальную клиническую практику. И Кокрейн занимается действительно трансляцией знаний в клиническую практику, так мы это и называем в кокрейнском сотрудничестве, knowledge translation, откуда и пошел термин трансляционная медицина. А как Кокрейн вообще дошел до Казанского федерального университета? Как это было, что теперь он еще и здесь? Очень приятно об этом говорить. Мне посчастливилась так вот работа в медицине, в здравоохранении, в преподавании, в фармакологии, в клинической фармакологии. Привела меня в Кокрейновское сотрудничество уже более 10 лет тому назад. И мне это очень приятно. За это время были разработаны два Кокрейновских систематических обзора, которые были дважды обновлены, каждый из них. И доводилось принимать участие в другой деятельности, как Кокрейновского сотрудничества, равно как и поработать во Всемирной организации здравоохранения. Ну и я думаю, в связи с этим было доверено мне и по ходатайству нашего университета развивать эту очень благородную деятельность, направленную на повышение здоровья населения. Здесь, в стенах Казанского университета, для всей страны. Для всей страны мы являемся единственным уникальным центром в Российской Федерации. И на сегодня работаем на все русскоязычное пространство. Что делает Кокрейн именно? Поподробнее. Что делает? Да. Кокрейн имеет целых 10 разделов. Они все расписаны на сайте. На сайте я с большим удовольствием приглашаю наших слушателей, наших зрителей на сайт Кокрейн Россия и на сайт общий Кокрейн, на русскоязычные его страницы, заведения которых мы как Кокрейн Россия отвечаем. Сейчас мы также разработали и сайт нашего научно-образовательного центра доказательной медицины Кокрейн Россия. Очень много перекрестных ссылок, поэтому сердечно приглашаю. Что же делает Кокрейн? Кокрейн в первую очередь занимается исследовательской деятельностью, разработкой доказательств. Доказательств в виде Кокрейновских систематических обзоров, которые публикуются в Кокрейновской библиотеке, издательство Уайли и являются на сегодняшний день золотым стандартом независимых, надежных доказательств и эффективности вмешательств, ценности диагностических процедур, разумности каких-либо вмешательств в систему здравоохранения. То есть в самых разных областях, включая и экономические вопросы, теперь уже это исследовательская деятельность. Также, конечно же, Кокрейновское сотрудничество занимается очень широко деятельностью образовательной деятельностью в различных аспектах. Образовательная деятельность, связанная с обучением студентов-медиков, студентов, обучающихся фармацевтическому направлению, так и общественности в целом, по тому, что же такое доказательная медицина, что такое Кокрейновский систематический обзор, как нужно правильно прочитать Кокрейновский систематический обзор, как понять эти доказательства и как их применить в жизнь. Поэтому не случайно Кокрейновское сотрудничество находится в официальных взаимоотношениях со Всемирной организацией здравоохранения. И на сегодня Всемирная организация здравоохранения очень восхищенно сообщает в своих новостных сообщениях о том, что 90% их клинических рекомендаций, или они называются руководящими принципами в официальном переводе, основаны на результатах Кокрейновских систематических обзоров. Также Всемирная организация здравоохранения является одним из заказчиков Кокрейновских систематических обзоров по наиболее важным темам для здоровья населения мира или вопросам общественного здоровья, как мы говорим. Итак, я чуть-чуть перекинулась на Всемирную организацию здравоохранения, прошу прощения. Первая научная деятельность, исследовательская. Вторая образовательная деятельность, как на додипломном, как мы говорим здесь у нас в России уровне, то есть студенты, медики, провизоры, так и последипломное образование, образование общественности, то, что мы всегда раньше называли просвещение общественности, этим занимается Кокрейн. И, конечно, Кокрейн очень активно занимается диссеминацией своих знаний самыми различными способами. Сегодня очень много инноваций. Это и социальные сети, это и сайты, и различные новые коммуникационные технологии. И мне очень приятно сказать, находясь здесь в студии, что мы сотрудничаем с пресс-центром КФУ с большой благодарностью. Мы записываем подкасты, то есть это очень короткие сообщения, выжимки из Кокрейновских систематических обзоров, которые переводят наши студенты, обучающиеся в магистратуре, в аспирантуре, а затем записывают здесь, в профессиональной студии, озвучивают с тем, чтобы доказательства могли лететь по миру на всех языках. Мы отвечаем за русский, и могли бы быть не только прочитанными, увиденными, но и услышанными занятым населением. Нам всем не хватает времени. Вот это один из аспектов того, как реализуется масштабная деятельность по доведению доказательств до самых широких масс населения. Наверное, это три самых основных раздела деятельности Кокрейновского сотрудничества. Чтобы мне не быть многословной, а то я... Хорошо. Ну, как я понял, в Кокрейне еще и состоят все-таки студенты, которые на данный момент обучаются. Да. А чем именно они занимаются? Как они заняты в Кокрейне? О студентах говорить особенно приятно, потому что студенты — это наше будущее. И мы, конечно, с очень большим желанием, старанием, со всей энергией стараемся передать все, что мы сами знаем студентам, и максимально вовлечь их в эту деятельность. На сегодня наши студенты-магистранты, отдельные студенты-медики и провизоры принимают участие в переводе резюме Кокрейновских систематических обзоров на простом языке для публикации на центральном сайте Кокрейн и в Кокрейновской библиотеке. Все это публикуется с фамилиями студентов, подкасты с фотографиями студентов. Мы проводим еженедельные клубы журналов, где со студентами разбираем, как читать Кокрейновские систематические обзоры. И вот последний у нас прошел только вчера, и было очень приятно, как наши студенты сами смогли разобраться и в результатах метаанализа, и в результатах критической оценки двух систематических обзоров по боли, которые мы с ними разбирали. И мы, конечно, ставим значительно более далеко идущие, чисто любивые цели достичь такого уровня, чтобы наши студенты получали подготовку, которая позволила бы им стать разработчиками Кокрейновских систематических обзоров. И дальнейшая цель — это возможность защиты, я думаю, не магистерской, пока магистерской будет чуть рановато, кандидатской диссертации по результатам Кокрейновских систематических обзоров, что практикуется в ведущих европейских, американских вузах. Вот такую планку высокую очень мы поставили, и к ней планомерно идем. Сейчас я залез на сайт Кокрейна Россия, и заинтересовала меня такая вкладка, как наша стратегия, стратегия 2020. Что она обозначает, что она подразумевает? Стратегия 2020 объединяет в себе и формулирует все те задачи, которые Кокрейновское сотрудничество ставит перед собой на ближайшие годы, на перспективу до 2020 года. Стратегия всеобъемлющая стратегия, стратегия охватывает все сферы деятельности Кокрейн, и нужно сказать, что это очень совпадает с темой нашего сегодняшнего разговора о том, как наилучшим образом транслировать знания из Кокрейнских систематических обзоров в клиническую практику для здоровья населения всего мира. Поэтому уделено внимание и разработке Кокрейнских систематических обзоров, использованию самых новейших технологий для ускорения процесса разработки Кокрейнских систематических обзоров. И на сегодня компьютерные технологии, информационные технологии позволяют очень многие этапы работы с литературой, работы с ссылками, с абстрактами, с самими статьями, с экстрагированием данных существенным образом облегчить. Но это все находится в постоянном развитии. Это один из краеугольных моментов стратегии 2020. Стратегия 2020, конечно же, предусматривает развитие переводов на все языки. Все языки невозможно обвинять. Основные языки мира и русский язык является одним из основных языков. Это язык организации объединенных наций, поэтому переводы на русский язык, конечно, являются очень важными. И они широко видны и в нашей стране, и по всему миру. Это диссеминация, это образование профессионалов здравоохранения, пользуясь терминологией Кокрейн, и населения в целом. Потому что пока не будет население представлять, и пока в населении не будут востребованы вмешательства, основанные на доказательствах, доказательная медицина будет встречать препятствия на пути своего развития. Ну и, конечно, как стратегия 2020 предусматривает развитие Кокрейновской базы данных, которые называются Кокрейновская библиотека. И очень честолюбивая задача поставлена, чтобы к 2020 году Кокрейновская библиотека стала доступной для всех без подписки. На сегодня она доступна по подписке в подавляющем большинстве, условно будем говорить, стран с высоким уровнем дохода. Вот последние новости. Швейцария присоединилась к этим странам, организовав национальную подписку. То есть каждый врач со своего компьютера, выходя в Швейцарии, имеет доступ к полнотекстовым, кокрейновским систематическим обзорам. В России пока только по подписке это существует. Существует доступ Казанский федеральный университет, подписан к Кокрейновскую библиотеку в 2016 году. Мы говорим об инновациях в области медицины и здравоохранения. Это очень большое достижение Казанского федерального университета. И лично это происходит благодаря вниманию и поддержке этого направления ректором Ильшатом Равкатовичем Гафуровым. Смотрите, сайт Кокрейна, и вижу, есть такой раздел, как «Наши принципы». Что это такое? Я вот вижу 10 принципов. Давайте, может быть, как-нибудь скажем, что такое «Принципы» в целом для Кокрейна, и дальше уже по каждому. Да, ну вы бы не будете с каждым принципом, наверное, помогать немножечко. Да-да-да, наши принципы, наше видение, вот это все есть. И принципы, конечно, заключаются в том, что организация является абсолютно прозрачной. Все, что она делает, все представляется на сайтах. Она абсолютно прозрачна в том финансировании, которое она получает каждый Кокрейновский центр в каждой стране, каждая Кокрейновская группа в какой-то клинической области. Все это представляет, об этом отчитывается, представляет ежегодные отчеты. Далее, о чем еще нужно сказать, абсолютно прозрачный, абсолютно независимый от каких-либо коммерческих тех или иных интересов. Конечно, работает исключительно во благо здоровья Кокрейновское сотрудничество и каждый член Кокрейн. То есть это вот видение миссии и видение миссии совпадают с тем, что мы будем, вот то, что мы с вами обсуждали, предсказать, как будет все развиваться. Развиваться все будет в том направлении, что доказательства Кокрейн будут становиться все более и более востребованными, как учеными, преподавателями, так и, собственно, практическим здравоохранением, если пользоваться терминами, более привычными для нас. Хорошо, но сейчас предлагаю познакомить наших зрителей с этими самыми принципами, вот, и, как бы, по чуть-чуть можно их и объяснить. Первый принцип, я смотрю, сотрудничество. Сотрудничество, да. Это очень важный принцип в век коммерциализации, когда мы все больше говорим о конкурентности, и мы все конкурируем друг с другом, организации конкурируют друг с другом на рынке разных услуг, образовательных услуг, услуг здравоохранения, на рынке, в общем-то, уже и научной продукции. Кокрейновское сотрудничество является собой уникальное сотрудничество, и слово сотрудничество, оно ключевое, организация является сотрудничающей. И это очень важно, потому что в этой организации найдется место каждому. Сейчас запущен новый проект членства Кокрейн, он пока существует в черновом варианте, этот документ. На нашем сайте вы сможете его найти. Но принцип сотрудничества, а не конкуренции, положен в основу всей организации. И я могу заверить наших зрителей, что пройдя путь от самого неопытного автора, до нынешнего состояния, я чувствовала поддержку всех и каждого членов этого сотрудничества. И никогда не почувствовала каких-либо конкурентных взаимоотношений, даже если мы попытаемся сказать это более мягко соревновательных отношений. То есть это взаимопомощь, это выручка. Если нужно кому-то помочь экстрагировать данные из статьи на каком-то языке, то помогает человек. Я помогаю кому-то экстрагировать данные из наших русскоязычных статей. Это сотрудничество бескорыстное, неконъюнктурное, неконкурентное. Вот это главенствующий принцип. Хорошо. Второй принцип — это опираемся на энтузиазм отдельных лиц. Что это за отдельные лица, какой у них энтузиазм? Да, это также очень важный принцип. Отдельные лица — это все мы, сейчас сотрудники Кокрейн, и действительно объединяет нас энтузиазм. Вот это единение в понимании того, что разработка доказательств, которые были бы надежными, несмещенными, независимыми, и они были бы доведены до реальной пользы пациентам, вот это объединяет, и этот энтузиазм позволяет, вы знаете, я бы сказала, пользуясь нашим русскоязычным выражением, свернуть горы. Мы к настоящему моменту исключительно на энтузиазме наших добровольцев, переводчиков перевели 907 резюме Кокрейновских систематических обзоров без какой-либо оплаты, без какого-то интереса, без какой-либо конкуренции. Нам очень приятно, что переводчиками нашими являются наши магистранты, наши аспиранты, но не только они. У нас сейчас число переводчиков насчитывает более 80. Это разные люди, которые видят нас в виртуальном пространстве, мы сейчас в нем живем, присылают нам сообщения о том, что они хотят присоединиться к этому процессу переводов, то есть, как говорят в Кокрейн, подарить свое время, что, конечно, очень дорого и не измеряется деньгами. Вот, наверное, так. Хорошо. Третий принцип — это избегаем дублирования усилий. Я так понимаю, это чтобы, допустим, два человека не занимались одним и тем же? Да, совершенно верно. Это замечательный принцип Кокрейновского сотрудничества. Мы с вами живем сейчас во времена бигдата, и понимаем, что это бигдата — это уже что-то такое очень большое, с чем очень трудно людям вообще взаимодействовать. И очень много действительно дублирующих публикаций, каким доверять, какие из них мусорные. Это отдельная большая тема для того, чтобы Кокрейновские систематические обзоры сохраняли свой уникальный статус. Существует целая процедура, прежде всего, регистрации названия. И как только название будет согласовано, оно должно соответствовать какой-то реальной проблеме клинической медицины, реальной проблеме здравоохранения, отвечать на реальный животрепещущий вопрос, не что-то, как многие сейчас коммерческие исследования обращены, допустим, две торговые марки сравниваются. Это совсем не та область. Название регистрируется. Оно регистрируется, оно становится доступным всем. И оно регистрируется с теми авторами, которые предложили это название. Процедура регистрации названия — это уже, я бы сказала, практически написание одной статьи в высокорейтинговый журнал с процедурой редактирования. Для того, чтобы зарегистрировать название, нужно составить очень хорошее обоснование этому сосылками на литературу и убедить соответствующую редакторскую группу Кокрейновских систематических обзоров в том, что это действительно проблема здравоохранения, в том, что действительно есть, допустим, разногласия каких-то исследований, что исследования проводятся, и есть смысл на эту тему делать Кокрейновский систематический обзор. Таким образом достигается отсутствие дублирования и экономия человеческого ресурса в разработке Кокрейновских систематических обзоров. Четвертый принцип — это минимизация смещения. Это как-то связано с третьим, да, получается? Да, конечно. Я бы сказала, что этот принцип проходит через все принципы, и я об этом тоже уже многократно говорила, смещение, англоязычное слово bias, можно по-русски еще перевести предвзятость. То есть это то, что позволяет получить независимые доказательства. Ведь, к сожалению, в ученом мире очень известно, что если ученый продвигает какое-то направление, он может публиковать обзор, который подберет все исследования, поддерживающие какую-либо идею, и может оставить где-то за бортом другие исследования. Вот систематический характер Кокрейновских систематических обзоров, начиная с систематического поиска, о котором подробнейшим образом докладывается в Кокрейновском систематическом обзоре, докладывается так, что любой другой человек может его повторить по тем ключевым словам, по тем базам и получить те же самые результаты. Вот автор должен этого добиться. И это позволяет... Сбилась я чуть-чуть с мысли, прошу прощения. Сделать Кокрейновские систематические обзоры совершенно уникальными и независимыми. То есть посмотреть на проблему глазами самых разных ученых на самых разных языках, подвергнуть это систематической критической оценке и выводы сделать на основании этого. То есть вот всяческое избегание смещения. И заявить о конфликте интересов. Бывают случаи, что автор Кокрейновского систематического обзора может иметь конфликт интереса, например, какой он может быть автором какого-то клинического исследования, опубликованного. Это является его конфликтом интереса. Он должен об этом обязательно заявить. И вся эта практика, она есть, и она развивается. Должна сказать, что за мои уже теперь 13 лет пребывания в Кокрейновском сотрудничестве даже вот эта идеология существенным образом получила значительно более глубокое, широкое развитие и внедрение в работу Кокрейновского сотрудничества. Хорошо, но я вижу, что тут два пункта следующих. Это поддержание актуальности современности и стремление к соответствию потребностям. Их, скорее всего, можно как-то объединить даже, да? Наверное, да, конечно же. И вот здесь о чем нужно говорить. Кокрейновское сотрудничество развивалось, ну и как любое новое, мы бы сегодня сказали, как инновация, вот имела на своем пути какие-то препятствия, барьеры, какое-то скептическое отношение. И один из доводов скептиков в области внедрения доказательной медицины кокрейновского сотрудничества заключался в том, что вот разработка этих обзоров и внедрение в практику только их результатов будет способствовать тормозу внедрения реальных инноваций, прорывных каких-то идей в практику здравоохранения. Вот эти два принципа как раз говорят о том, что ни в коем случае это не так. И на сегодня, как Рейновские систематические обзоры, стремятся ответить на все самые актуальные вызовы исследований, которые имеют место быть с использованием самых новых инновационных технологий, новых препаратов. И мне очень приятно сказать, что вот на нашем клубе журналов вчера со студентами мы разбирали кокрейновский систематический обзор, целиком и полностью основанный на предрегистрационных исследованиях. Да, их было немного, их было всего три, но они были объединены, был проведен систематический поиск, вот они только были найдены, но такова была тема этого обзора. Это было исследование по новому комбинированному препарату для оккупирования боли. Острейшая проблема в клинической медицине. И теперь этот кокрейновский систематический обзор ляжет в основу регистрационного процесса по новому препарату. Поэтому актуальность, инновационность, но и одновременно второй принцип, если вы мне еще раз напомните его формулировку. Стремление к соответствию потребностям. Да, стремление к соответствию потребностям. Как я говорила, даже названия кокрейновских систематических обзоров регистрируются и публикуются только тогда, когда они соответствуют потребностям. Соответственно вопрос стоит, потребность кого и чего потребность? Здоровье, население, потребность здравоохранения. То есть только те обзоры будут зарегистрированы и будут содержаться в кокрейновской библиотеке, которые потенциально имеют возможность привнести что-то новое и улучшить здравоохранение. Хорошо, но у нас осталось не так много еще принципов. Седьмой принцип это обеспечение доступности. Обеспечение доступности. Очень важный принцип. И я думаю, здесь мы, как Кокрейн Россия, очень рады, что мы вносим очень большой вклад в обеспечение доступности доказательств Кокрейн для русскоязычного населения всего мира, не только Российской Федерации. Нас читают в Америке, нас читают в Австралии, нас читает вся наша Средняя Азия. И это очень приятно. И используют эти доказательства, то есть доступность. А Кокрейновское сотрудничество находится в постоянном развитии. И на сегодня нужно сказать, что переводы резюме на простом языке, что мы делаем, это уже устоявшийся способ обеспечения доступности доказательств, доведения доказательств до широких масс населения в целом. Сегодня это подкасты, это блокшоты, то есть это вообще вот в трех предложениях резюме обзора. Это очень трудно сделать. На самом деле нужно провести большую работу с каким-то еще, с каким-то изображением. Тогда человек, у него задействованы все системы восприятия информации, когда есть изображение, есть три коротких предложения. И вот это способ распространения информации на сайтах, в социальных сетях. И я уверена, что будут дальнейшие инновации, будут новые способы диссеминации. И здесь ключевую роль играет, конечно, молодежь. И мы на нее опираемся. Восьмой принцип — это обеспечение качества. Качество чего именно? Качество. Качество как районовских систематических обзоров. Они, конечно, должны быть качественными. И на сегодня то, что они являются золотым стандартом, это еще и золотой стандарт качества. Потому что эфир медицинский, научный, заполнен мета-анализами. Так развивается все, как появилась эта терминология мета-анализ. Так мета-анализы стали делать не только в рамках как районовского сотрудничества или каких-либо других объединений по доказательной медицине. Просто как районское сотрудничество самое большое, международно признанное. Их стали делать и фармацевтические компании, и другие производители медицинской техники, диагностических наборов, инструментарий и так далее. Поэтому они могут быть смещенными, они могут быть предвзятыми. Поэтому вопрос качества является ключевым. И как районовское сотрудничество постоянно работает над тем, чтобы в постоянно меняющихся условиях это качество поддерживалось на самом высоком уровне. И на сегодня, как районовский систематический обзор, это гарант качества самого высокого уровня. Предпоследний принцип — непрерывность и последовательность. Непрерывность и последовательность, да. Или continuity по-английски. А у нас в русский язык в медицине во всяком случае вошло континуум. Говорят наши ученые, наши врачи. Это применение конкретных клинических областей, конечно. Непрерывность и последовательность от разработки как районовского систематического обзора, от постановки задачи, разработки, названия протокола, самого обзора, до доведения результатов в виде самого обзора, резюме абстракта, резюме на простом языке, подкаста, блокшота, на всех языках. Вот эта непрерывность и последовательность во всем многообразии, во всей широте, она обеспечит стратегию развития 2020 и выполнение принципов Кокрейн. Во благо здоровья основной из них. И последний принцип — обеспечение широкого участия. Что под ним подразумевается? Это замечательный принцип. И ему сейчас в сотрудничестве Кокрейна, в стратегии 2020, уделяется очень большое внимание. Собственно, в рамках обеспечения широкого участия мы работаем как Кокрейн Россия. Дело в том, что разработка Кокрейновского систематического обзора — это очень большая ответственность. Это очень большая ответственность. И когда я впервые пришла, то использовались слова англоязычные, такие lifelong commitment, что обозначает, что ты берешь на себя ответственность и обязательство поддерживать этот обзор на всю жизнь, что не всегда легко в меняющихся условиях нашей жизни, предъявляющие к нам все более высокие требования. И поскольку это было всегда так трудно, то Кокрейновское сотрудничество иногда воспринималось, хотя оно таковым не было, но воспринималось как некоторым закрытым сообществом, которое принимает только людей, которые действительно могут посвятить себя, невзирая на прочие какие-то потребности жизни, разработке этих Кокрейновских систематических обзоров. На таких основателях оно все и состоялось, Кокрейновское сотрудничество. Но сейчас, когда все больше технологий, больше ускорения, и Кокрейновские систематические обзоры реально можно разрабатывать быстрее, хотя пока все еще остается золотой стандарт. Два года на разработку Кокрейновского систематического обзора. Тем не менее, все это идет вперед и ускоряется. И вот это широкое участие обеспечивается уже тем, что членами Кокрейновского сотрудничества являются не только собственные разработчики, но и переводчики. Те люди, которые диссеминируют эту информацию, те люди, которые проводят обучение, может быть, сами не являясь конкретно авторами Кокрейновских систематических обзоров. И, как я говорила в самом начале, разработан черновой документ о членстве в Кокрейновском сотрудничестве. В рамках него мы работаем, мы его перевели на русский язык. Мы провели большой онлайн-опрос потенциальной нашей аудитории. И мы видим эту аудиторию, она заинтересованная аудитория, она нас видит, эти люди к нам приходят. И вот потихоньку-потихоньку мы в соответствии с этим принципом растем. Ну, надеюсь, что благодаря вашей работе, работе Кокрейна России, это сообщество все-таки разрастется до действительно большого масштаба. О многом мы, конечно, не успеваем поговорить. Еще много интересного Кокрейна вы можете узнать на нашем сайте, также на сайте Кокрейна, ссылку, которую вы видите прямо сейчас на ваших экранах. Ну, на этом все. К сожалению, время нашего программа подошло к концу. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Напоминаю, друзья, что сегодня гость программы у меня была Лилия Евгеньевна Зиганшина. Заведующий кафедрой фундаментальной клинической фармакологии Института фундаментальной медицины и биологии и исполняющий обязанности руководителя научно-образовательского центра Кокрейна Россия. Еще раз большое спасибо, что пришли. На этом все, дорогие друзья. Наша программа подошла к концу. Увидимся, как обычно, в четверг 19-15 каждую неделю. До встречи. Удачи вам!